Серебро в личном зачете на первенстве Приволжского федерального округа для Максима Синистского равноценно золоту. В отделении прыжков на батуте мальчик занимается только полгода. Он впервые принял участие в турнире такого уровня и сразу поднялся на пьедестал почета. Как признался юный спортсмен, он был уверен в своих силах. Мне было легко на соревнованиях, потому что я на тренировках занимался упорно, трудился, старался. «Хочу быть как заломен» по секрету рассказал о своей мечте Максим. Самый младший из делегации нашего города на соревнованиях в Тольятти не потерялся на фоне своих соперников. Мальчик твердо помнил рекомендации и наставления тренера. Нас тренер настраивает, чтобы мы все делали четко. Он говорит нам, как нужно сделать все там, где можно открыться, повернуться. Для Тамары Давыдова участие в соревнованиях различного уровня стало привычным делом. Она занимается у Александра Абакарова уже 8 лет. Первенство ПФО стало для нее особенным. Девушка завоевала бронзу в личном зачете, золото в командном и получила путевку на всероссийские соревнования. И теперь усиленно тренируется. Я не в первый раз поеду на первенство России. Все идет по плану. Тренировки по графику. Я собрана и готова. Тренеры довольны выступлением своих подопечных. Но, как всегда, есть над чем работать, чтобы довести технику выполнения упражнений до совершенства. На первенстве Приволжского округа отрыв наших спортсменов от ближайших соперников из Оренбурга был минимальным. А на всероссийском уровне будет еще труднее пробиться в лидеры. Сейчас больше упора делаем на технику исполнения, технику и приземление. На этом очень много теряют дети. Вот в Оренбурге. Почему они проиграли? А потому что у них приземление было хуже, чем у нас. Отстаивать честь города и области юные спортсмены будут с 11 по 14 марта на первенстве России по прыжкам на батуте и всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды», которые пройдут в Подмосковном, Раменском. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.